И о спорте. Дагестанские вольники вышли в лидеры медального зачета на Кубке Ивана Ерыгина. Сегодня в Красноярске подвели итоги второго дня международного турнира. Подробности в материале Курбана Рагимова. Схватка Заура Угуева и Ахмеда Идрисова держала зрителей в напряжении до последних секунд. В этом дагестанском дерби решалась судьба золота в категории до 57 килограммов. За несколько мгновений до свистка Идрисов пошел в атаку, но попался на контрприем более опытного соперника. В Красноярске чемпион Токио побеждают уже в третий раз. Да, молодежь уже набирают. И, можно сказать, с каждым разом тяжело-тяжело бороться. Этот титул удерживать, да, тяжело. Как обычно, да, финансовая схватка бывает такая тяжелая, такая напряженная схватка. Самое главное, результат есть хороший. И будем дальше работать, двигаться. У меня ноги прошел, я уже думал проигрывать. Я думал, уже рисковать в любом случае надо. Или косой, или там назад забежать нужно по-любому. Я думал, проигрываю. И так получилось, что сумел взять два балла, и, оказывается, они еще и балл тоже не дали. Ему сначала показали, потом убрали. В общем, да, все кучим. Главное, ошибку не сделал, не отдал два балла. Одним из открытий Ярыгинского уже можно назвать Муслима Мехтиханова. Хасавиртовец впервые выиграл медаль высшей пробы столь крупного турнира. Особую ценность этому успеху придаст вчерашняя победа над чемпионом мира Абазгаджи Магомедовым. В финале вольник сатирской спортшколы разгромил борца из Монголии. Я второй раз здесь борюсь. Первая медаль Ярыгинского. Ну и каково? Ну, эмоции, конечно, переполняют. Очень рад. Рад хоть чем-то могу порадовать своих тренеров, свою маму, близких родственников. Я долго шел к этому. Но мои тренера меня подталкивают, близкие, родные. И я должен был все-таки выиграть. Уже сколько раз становлюсь то вторым, то третьим. Уже пора выигрывать. Для себя поставил задачу, что уже надо выигрывать. Бронзовыми медалями сегодня отметились Рамис Гамзатов, Абазгаджи Магомедов и Курбан Шираев. Последний в одной из зрелищных схваток этого турнира вырвал победу у хозяина ковра Исраила Касумова. Завтра «Золотой почин» Угуева и Мехтиханова поддержат борцы весовых категорий до 65 и 79 килограммов. Причем в обоих весах дагестанские вольники сойдутся в финалах. Призор Токио Гаджумрад Рашидов попробует взять реванш у прошлогоднего триумфатора Ярыгинского Шамиля Мамедова. Ахмед Усманов постарается продолжить свою победную серию в схватке с Гаджумрадом Алихмаевым. Фактически все складывается удачно для нас. Сегодня отборолись три финала. Из них у нас два чемпиона. Есть серебряные у нас и три бронзовые медали. Первый день для первого дня для финала у нас это все удачно. 70 килограмм, правда, мы ожидали золота. Но Шираев Курбан, он завоевал бронзовую медаль. Сюрпризов не было, как мы и ожидали. Мы хотели, чтобы побои в трех финалах, ну мы расширили два финала 65 и 79. Так и получилось. Фактически наши борцы в финале в килограмме 79, килограмме 65. Это уже золото нам, Дагестану, обеспечено. Получается, да, конечно, не будем забегать вперед. Ну, фактически, если, как я говорю, завтра тоже, кто завтра включится в борьбу, если они подтвердят наши ожидания, то тогда, конечно, Дагестан по медалям будет впереди. Ну, это же борьба, будем смотреть. Но мы надеемся на лучшее. В третий день мемориала Ивана Ярыгина на ковер выйдут борцы оставшихся четырех весовых категорий до 74, 86, 92 и 97 килограммов. Курбан Рагимов, Магмед Расул Магомедов, телеканал ННТ, Красноярск.